30 октября 2024 год, продолжаем в меру сил и возможностей бороться с демотиваторами, тем более в этот раз прилетел откуда не ждал, смотрел Эгилиус Тамзаде, Людмила Немыри, там вдруг он говорит, что зачем вот это говорить, что российская экономика движется к тому, чтобы рухнуть, в этот момент может кто-то передумать 10 долларов, сдавать на пожертвования в сторону ВСУ, Украина. И вот тут я конечно не понял, потому что я как раз тем и занимаюсь, я пытаюсь находить информацию, которая показывает, что российская экономика идет вниз, даунхилл, да, и оказывается я этим кого-то разочаровываю, и человек передумает после этого давать свои донатить там куда-то на ВСУ, я не понимаю как это работает, просто даже с большим уважением отношусь к этому человеку, он там в прогнозах своих, он военный, азербайджанский, 90% его прогнозов сбывается просто великолепно, часто на него слазь. Ну тут, ребята, то есть получается, если вы сдаете на дроны, которые потом ВСУ бомбит там какой-то нефтеперерабатывающий завод, бензина становится меньше, экономика падает российская, я это озвучиваю, это должно демотивировать того, кто сдает эти донаты на дроны, или наоборот, поощряет его к тому, чтобы еще больше задонатить. То есть мне как-то, я вот не понимаю в этом смысла, то есть или мне надо, то есть как себя вести, то есть сказать, что российская экономика гораздо больше, не ждите, что она рухнет, то есть подойти и сказать человеку, что ты пытаешься вычерпать море, да, то есть мне так, я его этим простимулирую там донатить на ВСУ, или какие-то усилия прикладывать для того, чтобы бороться с Российской Федерацией. Или просто покажу ему безнадежность своей затеи, то есть ну да, зачем, все равно море не вычерпать, или я должен показать ему, смотри, это никакое не море, это бассейн, он там, ты вот на этот черпачок там какой-то сдонатил, вот видишь, уже мы по дну черпаем, уже он через эту мотную кровищу российскую, видно, блин, дно этого бассейна, и скоро оно закончится, то есть разве не это будет стимулировать человека еще больше задонатить? Я как-то это, это не, это вот я, опять же, на то, что я бросил курить, я единственный в подразделении не курящий, как говорил Марк Фенбел, не знаю, что тяжелого бросить курить, я делал это уже тысячу раз, я курил по две пачки, я бросал тысячи, ну, хорошо, не тысячи, десятки точно раз, десятки пытался, что-то не получалось, кто-то что-то советовал, и кто мне помогал? Те, которые говорили, да ничего не получится, да брось, да чего ты, блин, нафиг, тебе тяжелее будет, нафиг, это переносить, организм к этому не привык, или тот, кто говорит, что нормально все получится, вот смотри, у тебя уже дыхание там облегчилось, ты уже там приседаешь больше, там, я не знаю, у тебя уже денег больше становится на то, чтобы там какие-то пластыри покупать, я бросил без пластыри, просто на, так, уперся рогами, что называется, рогом, и, блин, нафиг, не в том дело, то есть я хочу подвести вас в свою мысль, что как человеку, а тем более вы же сидите и разговариваете о том, что это помогает или не помогает, вы акцентируете внимание на том, что ваши усилия не приводят ни к какому результату, ну, то есть, как говорят, да, все равно наши погибают, да, все равно там, они все время продвигаются, смотрите, они уже захватили, то есть вы показываете на то, что, опять же, по аналогии с тем, что я курю, ты показываешь, ты видишь, тебе до сих пор хочется курить, тебе все больше, у тебя до сих пор кровь из носа идет от того, что, ну, у меня действительно и кровь там из носа, извините, и блевал, там, по-всякому, у меня тяжело проходило бросание, то есть, как бы, то есть ты видишь, ничего не меняется, и дальше, и ты сидишь и думаешь, да, действительно, наверное, так дальше и будет всю жизнь так, меня только, я бросил курить, когда убедил сам себя в том, что это не навсегда, все равно вот эти усилия, они приводят к тому, что у тебя организм мобилизуется, он тебя перестраивается, он научается обходиться без никотина, без этих смол, там, что в метаболизм это вошло, что меня так держало, две пачки в день я курил, то есть все равно, когда ты только себя убедишь, что это не на всех, да, да, сейчас тяжело, очень тяжело, крайне тяжело, но этот момент надо перетерпеть, и вот уже видно этот финал, видно уже дно этого бассейна, который мы черпаем, понимаете, видно уже, что там, когда я говорю, там, 21% учетная ставка, там, ОФЗ, там, 17%, когда я говорю, что там, никак не могут занять, там, деньги, там, не могут купить, там, для того, чтобы продать нефть, приходится на какие-то уловки идти, то есть я этим пытаюсь показать, что все равно этот огромный монстроидный российский, ну, государство Российской Федерации, оно постепенно стачивается, сдыхает, мне же говорят о том, что, зачем, зачем тут это там, как бы, розовые очки и так далее, надо говорить о том, что погибают, ну, давайте, да, причем вы же сидите и рассуждаете о том, победить не победит Украина, не, там, во Львове где-то, в кафетерии, и вы там, у России шансы такие, у того шансы такие, а люди сидят, блин, в окопе, понимаете, и они в этот момент слышат, а сейчас такая связь, сейчас не 14-й вот, сейчас спасибо Илону Маску, там, все эти наши старлинки, ты натурально, в блиндаже, у тебя связь лучше, чем, блин, она у тебя в тылу, я не жучу совершенно, то есть я слышу, как человек говорит, что не человек, военный, я даже не буду сейчас ни на какие личности, представьте себе, что вы сидите в этом сраном окопе, блин, в блиндаже, и вы слышите, что 41-й год, мне уже 6-й десяток, я могу апеллировать там к тем, что у меня ассоциируется с чем война, и вы смотрите по телеку, что Рокоссовский выходит и говорит, наш фронт рухнул, ну, как у советской, Красной Армии, да, ты там защищаешь, Купиан защищаю, Харьков защищаю, тут я смотрю по телеку Рокоссовского, который говорит, наш фронт рухнул, это нам вообще всем кранты, ничего хорошего теперь не будет, то есть я понимаю, что это, ну, Путин там, допустим, он когда чешет, что там окружили 2000 каких-то наших солдат там в Курске, все, я понимаю, что он трендит и врет, и, блин, нафиг, и рассказывает, что расстреливают там тех, которые отступают, я воевал 14-15, 22-23-24, я не то, что, блин, не сталкивался с таким, я не слышал даже такой хрени, что, блин, кто-то из украинских солдат был расстрелян там за неподчинение приказа, это такая шиза, ну, ладно, это Путин, ему сам Бог врать верил, он КГБшник, его как бы обучали этому, но когда выступает, но когда выступает, блин, военный, и это не Власов, который в плену сидит и там тоже чешет, блин, тебе что угодно, что мы там с Триколорфой взяли, вот этот Аквафреш, и рассказывают о том, что, блин, мы за Гитлера, мы за Гитлера, нет, это действующий генерал, блин, военный, Рокоссовский, и говорит, все, фронт рухнул, как я себя в окопе должен чувствовать, услышав такую информацию, мне это не, как бы, не обескуражит меня до такой степени, не приводит, ну, ладно, меня, не знаю, ну, кого-то из тысячи, там, несколько человек, которые скажут, да нафиг тогда, чего я свою жизнь трачу на то, что если все равно уже все рухнуло, ну, нет, вам не кажется, что это к этому приводит, вы в своем уме такие вещи показываете, такие вещи рассказываете, то есть, ну, что у вас в башке, блин, вы ведете себя, это хуже, это Путин может рассказывать, пленные наши там что угодно могут рассказывать, в плену ты можешь сделать, там, понятно, что под теми пытками, которые россияне применяют, но когда, блин, где у людей голова, я просто не понимаю, почему не показать то, что вот, посмотрите, они уже нанимают северокорейцев, потому что у них уже 60% северокорейских снарядов, у них своего производства не хватает, у них уже, нет, они уже Т-54 воюют, они уже на мотоциклах у нас атакуют, почему на это не показать, в общем-то, я думаю, что будем по этому поводу, потому что я посмущу просто крайне, вот этим поведением, и вот это, айгирос там задает тоже, ну, вы меня просите, он посреди разговора, он рассказывает о том, что у нас то неправильно с тактикой, то неправильно с тактикой, а потом говорит, у россиян там хуже в 10 раз и это, и то, и другое, и четвертое, чем у вас, и у них все гораздо хуже, просто их много там, пока они не сточатся, то есть, как бы, йохан и бабай, говорит, вы меня просто об этом не спрашивали, я об этом не разговариваю, но я сижу всю передачу слушаю о том, какого у нас хренов все в армии, то есть, ну, как это, блин, нафиг, я не пойму, что я должен после этого чувствовать, как солдат, как сержант, не надо было спрашивать, это там же никому не, я понимаю, что он за Украину, он там желает победы Украины, но вы не понимаете, как это, какое это воздействие производит на солдат, когда сидит авторитетный человек и рассказывает, что у вас и то плохо, и то плохо, и то плохо, но оказывается, что у противников в 10 раз хуже, но это же не всегда упоминается, можно просто встать после передачи и пойти, я не знаю, сдаваться тогда уже, что, ну, раз у нас так все плохо, авторитетный человек, так заявляет, то боевые, блин, офицеры, то, блин, какие-то авторитетные люди, ну, о чем вы думаете в этот момент, хотелось бы мне узнать. Не пореймайтесь, все будут Украина, не ведитесь на этих понятерах.